Я очень много получаю в ютюбе вопросов по поводу правки атланты, то есть первого шейного позвонка. Некоторые специалисты используют вращение этого позвонка с целью устранения головных болей, каких-то неприятных ощущений, головокружений, и привязывают это к каким-то снимкам МРТ или рентгену, на которых видны только позвонки и не видны глубокие мышцы и связки позвоночника, которые держат эти позвонки. Анализ боли головных, головокружений на основании только МРТ-снимка, конечно, является некорректным. Тем не менее, первый шейный позвонок, который сидит на втором, как гайка на болте, конечно, может крутиться во все стороны. И, конечно, при этом раздаются всевозможные хрусты. И специалисты, которые крутят шею, говорят, что что-то вправляют. Нет, к сожалению, вправление не происходит, но реакция связок сухих, плохо проработанных на это движение может быть. Я считаю, что надо быть осторожным. И особенно осторожным к советам, что зачем ходить к остопатам, мануальным терапевтам, если можешь самому как-то вправлять голову до хруста. Я часто вижу этих молодых людей, которые насмотрели фильмы, и начинают так и вращать голову, крутить руками, так сказать, свою шею. Им кажется, что они вправили, когда услышали хруст. На самом деле, это реакция сухих связок, глубоких, которых не видно на МРТ, и которые после долгого застоя могут хрустеть. Но после любого движения потом хруст прекращается. Это может быть понятие по рукам. Можно хрустнуть один раз руками, но второй раз уже хруста не получается, потому что в ответ на вращение возникает как бы усиление кровотока или импотока. То есть, действительно, может быть какое-то облегчение. Но эта процедура очень опасна. И лучше выполнять упражнения, связанные с улучшением кровотока по шейному отделу позвоночника, чем подставлять свою шею, тонкая организация, под какие-то руки, неизвестно какие, которые могут тебе и нанести травму, и действительно вывихнуть этот позвонок. Но вывих позвонка, честно говоря, я в своей практике не встречал никогда. Это надо было вытащить шею, скрутить ее на бок. Это уже перелом позвоночника. Поэтому старайтесь все-таки самостоятельно не вправлять шею, а делать упражнение типа березка с плугом, когда лежа на полу, медленно опускайте ноги за голову и кладете снова на пол. К этому упражнению надо подходить постепенно. Но именно это упражнение, что-то похожее из йоги, способствует растяжению передней и задней связок позвоночного столба и уменьшать тем самым спазм этих мысль глубоких, улучшая кровоснабжение, избавляя вас от головных болей. К этому можно добавить отжимания от пола, отжимания от брусьев, всевозможные тяги, подтягивания вверх, кто как может. Надо активизировать мышцы шейного отдела позвоночника с целью улучшения кровотока, а не давать крутить ваши кости, извините. Поэтому любое неадекватное, некорректное кручение шейными позвонками может привести действительно к сложным проблемам со здоровьем. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны. Подписывайтесь на официальный канал Бубновский в YouTube, а также на аккаунты Сергея Бубновского в социальных сетях.